ну небольшой доход конечно получился странное дело получается где-то в три часа в два часа ночи встал ну хотя бы дождя нет хороший запах августовский реп кстати тут фу пропала слегка и радио не включишь интернета нет потому что дом ру говно ладно тем временем остается ехать шесть часов до того как заказ приедет остается шесть часов то есть ровно прямо вот нужно прямо втыкать и ехать так вот этот эктрос только не царапнуть ну ёп твою мать царапнул эктрос вот же сколько места свободного было так вторая часть рейса немного хуже началась уже немного плохо цептор спрости я не подумал как выехать правильно но мне кажется правильный там ладно надо внимательнее смотреть следующий раз у меня щас ох как ярко то убеет штрафа нули штрафа нули ну подумаешь штрафа нули здесь можно прям 90 взять если будем брать 90 то прям как раз успеем хорошие прожектора на крыше отлично хотя здесь с этими развязками без большей вероятности уеду куда-то не туда чем доеду вовремя прямо так посмотрим по карте куда я пру изначально да ну как бы в цюрих не в цюрих не знаю в милан а через чего не через берна точно мимо цюриха и берна короче подсерединки его до панели ну то есть мы и так гоним поехали дальше точнее слегка обидно что они выехал из эктроса приостанавливаться учиться ну в любом случае здесь 90 км в час я включу прожектор по полной ну разве что переднее освещение не буду включать тут хватает двух прожекторов сверху вот даже все деревья просвечиваются у меня на велосипеде такая же фара а вот это уже опасно но я справился вообще тут октас этот эктрос раньше меня приехал он должен был раньше меня уехать надо осторожней парковаться рядом если надо осторожней швейцарский флаг как говорил пушной большинство швейцарских ножей делают в китае не щас куда-то да тут насколько я помню если я правильно помню то он тут сейчас как-то очень такая съест да а у них там 40 ограничения но ехать лучше 30 очень стрёмно и ретардер на полную и торможение двигателя так все ретардер отключаем ну все вроде как выехали более или менее поехали в разгон до 80 можно взять скорость точнее даже 90 это для грузовых ограничений да легковушка там под сотни хотя вот там тоннель ну в принципе 85 я думаю хорошо а не там вот какая-то жуть так перестроимся перестроимся да там 80 ограничений идем прямо это развязка да так щас прямо 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 давай груз контроль давай это кстати вторая серия записи перевозки вентиляционной трубы а в италии из роттердама а в италии из роттердама там какие-то виражи жуткие я больше 70 не буду набереть в битро цвет хоть дождя нет это хорошо а 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 то есть 770 в принципе нормально будет, да? хотя тут что-то как это ладно, пусть будет ну давай 45 на 45 попробуем пройти вот этот вот такой жуткий зигзаг удачи все, прошли? как далее хотя там впереди тоже немного стрельба ну дело вот в чем ехать мне 4 часа 8 минут осталось 3.56 до того как можно доставить груз чтобы не платить неустойку не платить неустойку за просрочку не получится груз пока не повредил тачка пока тоже 3 процента повреждений один километр превышения по скорости ухты как красиво подъезжаем к италии и швейцар швейцария швейцарские альпы вон там сейчас будет ограничение на скорости не вижу какое или не будет не будет кстати там в италии очень крутой спуск с горочки спуске подъемы все это дело там очень так горные ландшафты я помню кстати я здесь ехал у меня глаза болели сейчас в общем тоже поболевают старость не радость что ты скажешь наушники труд а и кстати когда ехал весной тут был ремонт дороги сейчас уже нет видимо отремонтировали и это апдейтами накатили здорово очень очень душевная игрушка плане этого дороги до отремонтировали все нет ремонта дороги с обновлениями все это автоматом накатываться и тху 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 и не аффектится тху 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 я как муля и муня из смешариков образованное животное не будет сжигать дачу не будет сжигать поместью своему барину наоборот образованное существо подымет поместь щеку его усадьбу даже из пепла или из обучих песков плохо я это сказал я не могу мне помню как они там это говорили но это было очень забавно я устал болтать завтра встречать очередного придурка из дом ру я боюсь как бы мне не сорваться а там обычно такие качки они могут мне в морду дать но они заебали честно все что по-моему сейчас с горочки идем потому что ретардер постоянно жужжит и жужжит или это не ретардер я наезжаю на предупредительную полосу обучен в вв вв к загорался индикатор что ретардер включается при крыс контроля здесь такого нет в в к приборках вообще такая довольно стильная было с коней тоже ничего там навигатор встроен в узелки я думаю я навстречу вылечу так друзья нужно перестроиться вон там вообще нет карты давайте семьдесят возьмем ну 71 не важно о выключили фонари у меня свои с собой это еще передние не включены какая жесть не я думаю нужно сбавить разбавить обороты это потому что опять вот здесь здесь очень стрёмно на фрайтвайнере было тяжело тормозить вот это вообще очень круто горная дорожка так видно она довольно таки через границу проходит ну короче почти прибыли два часа остается ехать и проблема в том что 227 до ооо надо же слегка от поднагнали вот тут ретардер и круиз контроль в паре работают просто шикарно вот прошли сутки уже сутки я в рейсе визу вентиляционную трубу тихо 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 давайте мы не ретардер был включен да давайте мы 75 поем вот это я их послепил хорошенько опять тоннель горы сэр а 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 И строимся поживой Да, этот мост я помню У меня есть фотка фрайт-лайнера на этом мосту Кстати, можно подразогнаться Круиз-контроль отключается при торможении Чувак, я еду как могу Не надо мне на нервы действовать Смотри, мне остается 2 часа поехать Полтора Че ты мне на нервы капаешь? О, музычку не включил, отлично У меня интернета нет, это хотя бы Ее можно громче, тише делать С помощью контроля громкости радио? Можно Или нет Нет, нельзя Не, нельзя Ну и варим Да я успеваю, че ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какая клевая тень От всего, что на крыше установила Так, там у нас уже границы швейцарско-итальянское, да? Ну че, за час доеду ехать? Ну вот, отлично Отлично Дальше вейцаре и Италия Так, у меня еще один родился, что-то заработал Но, скорее всего, мало Но больше, чем вчера Кстати, начинал я рейс, когда у меня было 90 тысяч евро Сейчас у меня уже почти 110, почти 20 за работу Хотя еще и не доехал Другие водилы заработали Неплохо Так, у меня полбака У меня ничего на обратном пути заправился Ага, да, вот этот адский спускоподъем Я уж не помню, вдоль Италии там А, нет, не он Там прям такой тоннель с одной стороны Тоннель с другой стороны Колонны и видно, грубо А вот в одной участке пути Это, да, это точно Впереди Давайте Постармаживать Возьмем там где очередь поменьше Если опять коббит Сильную диверсию Там прям Ну ладно Так уж и быть Он тут вообще свободный А тут очередь Семь евро? Обдираловка Ну вот хоть я кого-то пропустил дорогу и уступил Я тоже могу быть добрым Это случайно как-то получается на самом деле Но Что я скажу точно Так это то, что я хочу перестроиться Сейчас Спасибо тебе, дружище Я тебе вот, пожалуйста, варенечка Спасибо, я тебе сказал Все Отвали Так, не буду до 80 добирать Смять как не надо 52 минута ехать В 20 минуте на полчаса раньше Да Да Там будет свой набор Как надо переставиться Он туда Еще один человек заработал Хо-хо-хо-хо-хо-хо Уже 113 25 штук Заработал 25 штук Хотя, если я еще не зову До 25 и 35 Это получится Сюда Простите, пожалуйста Я как будто чуть не притер 25 и 35 Это как 360, да? Какой, по-моему Там учитывай штрафы И все расходы Ну а, вообще-то там 1000 штраф за нарушение режима ДТП Ну 65 Точно Капай, не бери Не так уж и сложно Тихо-тихо-тихо, вон туда Так, на кого Как-то такое еще не друско 50, примерно 70, ну и все равно 50 будет больше 50, нафиг не надо Вот 37, отличный ништяк 4 минуты Вообще, конечно Парковаться я не буду Но там Вопрос Ценности Бонус А вот Неустойка Это уже Ценно Все мы в Италии Милан Вон тот бараш Продается Было бы хорошо выкупить Но сейчас Паркова Паркова Всегда нет Так Конечно Милан Влагает Сильно Страшно Влагает Страшно Потому что страшно Что-то Что-нибудь Влагонет И Я к кому-нибудь Еду Или там Еще что-нибудь О ITCC Это Та же Компания Из которой Я выехал Вроде Нет Чуть Перед Проехать Сюда Нельзя Вообще Это Можно У них Там Небой Сладит В этом В этой Конторе Несколько Въездов Поехали Которые Навигатор Видят Все равно Пришло Ко Вратам Остается Четыре Минуты Так Давай 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 Три Минуты А Блин Там 34 Поэтому 60 Точно Не будет Ну 48 Да Я бы Сюда Точно Не успел Запаковаться Ну а Сюда 100% Надо Конечно Учиться Но Потом Как раз Вовремя Да Открыл Последние Минуты Хорошо Хорошо Ну что Повреждения 4% Ого 149 Стояние Грузовика Колеса Трут Са Ну что Сказать Сейчас Посмотрим Состояние Состояние Меня Меня Выпнули Что ли Сразу С Как А Это На вывезде Поставить Надо было Вот бы я Кружок Сделал Интересный 4 часа Остается Ну А тут Можно Как Можно Что Сделать Можно Взять Еще Один Заказ А можно Не брать И Я Дам Глазам Отдохнуть И Не буду Брать Заказ Вначале Делаю Заглушу Движок Выключу Фары Так Надо было Сейчас Простите На ней Травку Поставлю И Все На сегодня Всем Спасибо За просмотр И Помните Не Подключайте Домру И Не Пользуйтесь Магазином Эликс Потому что Это Разводилово И Нервотрепка Смотрите Как Красиво Вот Ребятки Из Команды Разработки ЕТС Хорошо Работают А Домрушники Отстой И Эликс Тоже Они Работать Не Хотят Они Читают Книжки Как почувствовать Себя Успешно Если Ты Неудачник И Работать Не Хочется Дебил Дебил Не Будьте Такими Дебилами И Не Пользуйтесь Их Условами Чтобы Не Повадно Было Всем Пока Продолжение следует